Слава Украине! При этом от Полонского только что подал в отставку генпрокурор Украины Костин. Подал из-за дичайшего скандала, разгоревшегося с различными прокурорами, я бы сказал, как бы помягче сказать, чтобы никого не обидеть, не цензурно, с охреневшими, скажем так, с охреневшими от безнаказанности прокурорами, которые понаделали себе ништяков, одни в виде пенсии, другие в виде инвалидности, третьи в виде и того, и другого, и, короче, грабивших, просто-напросто разворовавших государство, то самое государство, которое они должны были охранять. Костин, ну, в общем-то, поступил правильно и совершил правильный шаг в данной ситуации, подал в отставку, потому что, ну, скажем так, если ты глава ведомства, которое просто полностью, практически сгнило, ну, и, понятное дело, что ты должен идти в отставку, освободить место кому-то другому. Вот. Сейчас проводится, да, еще один момент, сейчас начнут на Костина там нагонять. Ребята, это не вина Костина и не вина предшественника Костина, и не вина предшественника предшественника Костина. То есть, тут можно обвинять кого угодно и как угодно, либо шапку, там, еще кто-то был до него. Не суть важна. Ребята, это система, которая сгнила, начиная с покойного Леонида Макарыча. А гниль распространилась в жуткой степени, в основном, при Леониде Даниловиче. Поэтому, ну, а дальше это уже было, знаете, я даже меньше виню Януковича в этой ситуации, просто потому, что он уже получил сгнившую страну, да, я имею в виду сгнившую, вот от коррупции, вот это все, это пронизано было этими миазмами. Поэтому это было все задолго до Костина, задолго до Зеленского, задолго до Порошенко, и даже до Януковича, и до Ющенко, это все было, это все началось при Коровчуке и при Кучме. Ну, увы, ах, это так. Поэтому это просто система, которая, гнилая система, которая продуцировала гниль, трупный запах, трупный яд. Я имею в виду все в этот вот юриспруденции. Я, кстати, записывал, наверное, года два или три назад мои личные рекомендации, с моей точки зрения, они просвещены, конечно же, что нужно было делать с судами, как раз касалось судов, потому что суды ничем, я абсолютно уверен, ничем не отличаются от прокурора. Я тогда сказал, что с тем, чтобы суды начали работать по-новому, нужно уволить 100% судей в стране, всех уволить до одного. Не только судьи, уволить 100% помощников судей, уволить всех секретарш, уборщиц, и даже выгнать котов, которые сидят в здании судов. Набрать полностью новых. Все, по-другому. Да, будет бардак, будет, как вам сказать, будет коллапс одно время. По судебным делам. Но он и так, этот коллапс, потому что эти ребята вместо судов устраивают аукционы. Мы это все прекрасно знаем. Вот. И поэтому каким-то... Я на тот момент не видел какой-то другой возможности искоренить эту, хотел сказать, ржавчину, да нет, гниль. Гниль вот эту всю, да. И сейчас не вижу другого способа. С моей точки зрения, только увольнение всех и вся поможет это все решить. Вот. Так что, еще раз говорю, это не вина конкретно Костина или еще кого-то индивидуума. Это просто система такая. И ее... Саакашвили удалось, кстати, решить тогда, в свое время, в Грузии эту проблему. И вот уже сколько лет система работает более-менее нормально. Почему? Потому что Саакашвили взял за один день и уволил всех. Все. Будьте здоровы, идите гуляйте. Идите туда, откуда вы сюда пришли. Все. Кого надо, того посадил. Сейчас, конечно, СБУ проводит массовые проверки. Там я знаю, что Малюк выступил уже, по-моему, более 4 тысяч отмененных этих решений, этих МСЭК, то есть этих медицинских, этих, господи, прости, комиссий, которые, видите, проворовались. Их в Мельницком, и в Николаеве. Да и деньги не проворовались, господи. Это что-то, это где СБУ цепляют, там же, вот сейчас какую область не зацепят, по-моему, там Закарпатскую зацепили или Буковину зацепили, оно одинаково будет везде. Поймите правильно, это не важно, в какой области СБУ будет проверку проводить, эффект будет приблизительно точно такой же, как вот в Хмельницкой области. Она ничем не отличается от других. Будут сплошные инвалиды, прокуроры, судьи, сплошные будут инвалиды. Больные люди будут отправляться на фронт, а здоровые ЛБ будут покупать, значит, себе интульгенцию и отправляться на все четыре стороны за границу, потому что им, видите ли, нужно срочно для лечения ему лбу, 100-килограммового двухметрового роста, вот он будет как раз самый больной. Вот, ну а у меня есть вот пример, когда вот среди моих знакомых взяли в армию чувака с гепатитом, например. Вот такой есть, да? Вот, есть с сахарным диабетом взяли. Бодин, ты понимаешь? А тут вот эта морда вот, весящая там 130 килограмм, наеденная, здоровая как быка, она у нас инвалид второй группы, понимаете? Вот. Дальше, там по, сейчас прошли сильно по этим прокурорам, там будет сейчас массовое увольнение это раз, массовые уголовные дела это два, потому что я же говорю, там же не одна вот эта крупка, как ее там правильная фамилия, там их толпа просто, вот таких вот красавцев, которые, та забыла задекларировать три этих Теслы, тот, что тот, та забыла задекларировать три квартиры и 450 или там 550 тысяч долларов. Это же мелочь, которую у них просто нашли, учтите, у них этих долларов, это нашли там в Николаеве в одной деятельности, да, четыре деятельницы, 450 тысяч долларов нашли. Ну, это же последнее? Вы же представьте себе, сколько там, сколько она там на тылево. А я же, наверное, обложила данью всех, кого только можно. Вы же прекрасно понимаете. В результате вот этой деятельности вот этих МСЭК, вот этих ВЛК и так далее, и так далее, знаете, к чему она сводится? Я вам скажу, что они вообще не нужны. Давайте сделаем, может быть, даже так вот, у меня что-то такая в идее в голову пришла, не знаю, правильно, неправильно. Можно сделать так. Вот если ты бывший милиционер, да, тебе 45 лет, ты уже очень пожилой старик, да, и такой весь умудренный, значит, опытом, и, конечно же, инвалид, да, ты не годен. Если ты прокурор, ты заранее не годен. То есть не надо даже проходить медкомиссию, можно прийти с прокурорской порочкой и сказать, я прокурор. А, все, вторая группа автоматически. Я там бывший мент. А, все, первая группа автоматически. Посмотрите, там же все инвалидные инвалиды. Я судья. Да, вы что, ребята, судья. Это же вообще, это инвалид даже не первой группы, а супер первой группы. Он вообще не может идти на фронт, ни в коем случае. Вот. А все остальные годны. Хоть ты там с гепатитом, хоть ты там, я не знаю, там без одной ноги, без глаза, полгаловой нету, но ты годен. А он прокурор, нет, он не годен, потому что, потому что вторая группа у него. Даже, я же говорю, он даже может не приходить на эту комиссию, потому что нет смысла. Он же болен. Посмотрите на них, там нет здоровых людей, все больные.